Привет-привет, друзья! И сегодня на канале Дон Баллона в проекте искусство аэродизайна мы с вами будем создавать необычную композицию. Основу этой композиции будет составлять Sharp Bubbles. Давно мы с вами с ними не работали, хоть они такие капризные, но давайте все-таки попробуем. Заодно я вам расскажу еще несколько способов, как их укротить. Вообще шарики Bubbles, они многим не дают покоя, не угасают разные споры в интернете относительно их, но что я могу сказать, на каждого, на каждый товар есть свой купатель, поэтому кто-то их очень любит, кто-то для себя решил, что ими пользоваться не будет, потому что они довольно капризные шары. Но я вам скажу так, мне эти шары нравятся, несмотря ни на что, потому что у них есть свои незаменимые особенности, аналогов которых я еще не видела. Во-первых, это идеально круглая форма, во-вторых, идеальная прозрачность и, соответственно, благодаря этому они обретают особый вид, вид такого мыльного пузыря красивого. Шары эти довольно капризные, не у всех получается их раздувать нормально с первого раза, чтобы они получались ровные и красивые. Покажу вам один из способов, который мы очень активно обсуждали с девчонками и мальчишками на семинарах, которые ко мне приходили воочию, и подсказала мне этот способ моя ученица. Как я уже не раз говорила, ребята, которые со мной встречаются, они не только получают от меня какую-то энергетику, да, и опыт, но я еще также питаюсь от вас, учусь благодаря вам в том числе. Спасибо вам за это огромное, за эти встречи, мне они очень важны. Так вот, девушка по имени Аня, Аня Ганзина, привет, Анечка. Спасибо тебе за этот способ, за то, что ты мне подсказала, научила, как ты это делаешь, мне очень понравилось, из твоего разрешения я расскажу об этом всем. Смотрите, что делает Анечка. Анечка, она перед тем, как надувать этот шар, растягивает его, не тронув его воздухом, ни насосом, ни компрессором, ничем. Она просто берет и вот так вот по краешку, по всему периметру, шаг за шагом, сантиметр за сантиметром, тянет ему краешки, бачка, бачка, краешки, как хотите называйте, шовчик, но тянуть нужно, не жалея сил, и в то же время не разорвав шарик. Получается шарик такой уже не блинчиком, да, ровным, а как бы такой более кудрявый. Теперь можно еще разок пройтись уже более большой площадью. Шар тянется довольно хорошо и сразу понятно, что он у нас вот такой вот становится кудрявенький. Ну а теперь самое главное, ноготочками не порвать, вот так вот его захватываем и наматываем на кулачок, то есть растягиваем его в серединку. Я его вот этими пальчиками держу, а другой ручкой его прям оборачиваю своим кулачком. И дело, конечно, не в том, китайский, не китайский. Этот бабл, совершенно неважно, какого он производства, это совершенно другой материал, нежели от, если сравнивать с баблами других производителей. Общего из них только название. Это как пищевая пленочка такая, она довольно тонкая, хорошо тянущаяся, тянущаяся, наверное, тянущаяся, правильно сказать. Вот такими вот движениями я шарик наматываю на кулачок. Вот такой он получается. И теперь еще один немаловажный момент, это компрессор, который мы будем его растягивать. В одном из уроков я показывала, как это делать насосом, да, не останавливаясь, смотря на его форму, затем подтягивать. То есть, по сути, это то же самое, что я говорила. Я говорила, что нужно начать надувать насосом. Как только видим, что форма неровная, так сразу нужный бачок подтягиваем. В принципе, это рабочий вариант, но очень удобный, с чем я полностью согласна. Поэтому вариант Ани мне нравится больше, да. Мы его уже растянули, растянули одинаково, грубо говоря, справа и слева. И теперь будем надувать компрессором. Чем мощнее компрессор, тем лучше. Мощный компрессор выдувает шар сразу, мощно и сильно. Компрессор слабенький, будет дуть его немного по-другому. И я заметила, если делать это с помощью того же зибика, процент брака минимален. Например, там максимум один из 15 шаров у меня лично попадает так, что не раздувается. А так они все раздуваются. И немаловажный момент еще один. Мы компрессор не выключаем, то есть не останавливаем, пока он не выровняется полностью, если вдруг, не дай бог, пойдет что-то неровное. Давайте смотреть. Начинаем дуть. Собственно, дальше можно и не дуть. Понятно, что шар надулся ровно. Видите, две половиночки надуты абсолютно одинаково. И с первого раза. Проблемы никакой не видно. Очень действенный способ. Ну и как любой шар, который надуваем воздухом, бабл, надутый воздухом, держится очень долго. Выглядит очень эффектно. Мы сейчас с вами попробуем внутри этого бабла надуть вот такое вот сердце. Производство компании Агура. Очень интересный и симпатичный дизайн Агура нам предлагает. В данном случае такой шар смешной красава, а также есть множество различных других надписей и прикольных рисунков. И шарики, которые рядом со мной летают, это тоже производство компании Агура. Шарики сатин. Поэтому давайте попробуем поработать с ним. Мне эти шары очень понравились. Я с удовольствием с ними работаю. Летают они замечательно. Давайте попробуем. Для того, чтобы вставить шарик внутрь бабла, я его сейчас вот так вот аккуратно сверну в такую трубочку, которая должна довольно легко пройти в горлышко бабла. Расширяем горлышко. Тан-тан-тан. Единственное, по высоте надо согнуть. Вот так. Вот у нас все и получилось. Теперь давайте надувать. Для начала нужно надуть внешне. Теперь я могу пользоваться насосом. Мне так просто сподручнее будет. Надувать я все это дело буду воздухом. Поэтому проблем не должно быть. Мне нужно раздуть внешний шар так, чтобы наше сердце внутри поместилось. Так как бабл наш имеет размер 64 сантиметра, сердце имеет размер 46 сантиметров. Проблем не должно быть никаких, по идее. У меня мой шарик туда прям убегает, убегает, убегает. Горлышко шарика короче. Сейчас я попробую его оттуда достать. Вот так. Попробуем надуть. Не будет влазить. Будем поддувать бабл. Довольно удобно. Точнее, довольно неудобно. Но возможно. Единственное, что наверное стоило сделать, это заранее раскрыть клапан. Сейчас я это сделаю. Ну давай, красавчик. Не капризничай. Видите, все манипуляции, шарики в шарике. Еще раз в шарике. Вредные шарики. Сейчас я сделаю проще. А то мне просто одной рукой, но совсем неудобно это делать. Вот так. Теперь можно сразу насосик вставить. Вот так. Отлично. Чувствуешь себя сразу каким-то одноруким человеком. Всю жизнь пользуешься двумя руками, а тут приходится пользоваться одной. Я вам продемонстрирую, чтобы вам было видно. Так внутри раскрывается наше сердечко. Ну и отлично. Размер сердца меня устраивает. Единственное, что нужно будет его сделать. Относительно шарика немножко повернуть. Вот так. И сам шарик все-таки поддуть. Вот так, чтобы побольше смотрелся. Вытягиваем наше сердечко, чтобы оно было прям максимально притянуто к горлышку. Давай, дорогое. Не капризничай. Супер. А теперь я прям возьму сейчас кусочек шедемочки. Так. У меня все сдулось, пока я все вытягивала. Удобно. Мне надо это делать двумя ручками. Я не привыкла, когда клапан сдувает, делать это движение. Просто накручиваю, как это обычно фольгированным шаром всегда делаем. Только нужно вот так. Все. У нас одновременно и сердечко, и бабл друг с дружкой подтягиваются. Супер. Вот такая у нас получилась композиция. Сердечко внутри бабла. Это можно сделать и гелием надуть, но нам это нужно с воздухом. Давайте подготовим основу, куда мы будем крепить этот волшебный шарик. Ну, соответственно, основу, которую будете делать, вы можете брать любую, какую считаете нужным. Для этого я беру вот такую вот площадочку ДСП, где-то 25 на 25 сантиметров, и кусочек проволочки. Чтобы наша проволока входила максимально плотно, мы сейчас возьмем плоскогубцы и сделаем вот такую петельку. Теперь эту петельку, ее надо поджать еще немножко. Ой, взяла, все снесла. Поджимаем петельку. Главное поджать не слишком сильно, чтобы все-таки входило плотно. Нам нужно, чтобы это все держалось крепко. Вот так все. Ну, и теперь нужно расправить. Учимся работать без гелия, делать красивые и продаваемые композиции, которые будут долго-долго радовать наших клиентов. Себестоимость этой, кусочка этой проволочки просто копеечная. Так же, собственно, как и самой основы. Ну, примерно вот так это будет выглядеть. Сейчас я сделаю еще такой же крючочек внизу, куда мы будем цеплять наш шар. И у меня с собой просто так волей и судеб случилось, что у меня нет нормального скотча под рукой. Чтобы не бежать за другим, я сделаю так. Так, этого будет вполне достаточно. Обычный малярный скотч, бумажный. Просто, чтобы наша проволочка не выпрыгнула оттуда. Хотя она там лежит очень плотно, но все-таки. Ну, примерно выровняли. Это проволочка АПВ-16. Ну, вот такая вот проволока. Далее. Давайте подготовим основу. Я хочу сделать шарик в шарике, а точнее, внутри серебра черный шар хочу вставить. Беру серебряную двенашечку, а шарик вставляю черную десяточку. Размер обусловлен тем, что у меня просто не было серебряных десяток. А так все совершенно нормально. Надуваю шар так, чтобы у нас все четыре шарика полностью закрыли нашу стойку. Это было, по-моему, на 12. Надулась, забыла, сколько качков. Вот, 10 качков достаточно. Там, по-моему, было 12, если я не ошибаюсь. Надуваем четыре шара, больше нам не надо. Ну, это просто, чтобы вам было понятно разницу. Серебро с черным и просто серебро. Чтобы было видно разницу между цветом, да, чем отличается серебро с черным от просто серебра. Почему я сделала именно так? Мне хочется добиться именно такого вот эффекта. Так как у нас здесь довольно тонкая труба, нет, не получится у меня так завязать. Селенок не хватит. Хотела сразу двоечки связать. Соединяем сначала два шарика, а потом оставшиеся два вокруг трубы. И располагаем их таким образом, чтобы кончики наших шаров были прямо на уголках нашей стойки. Вот так. Теперь добавим туда белых и черных шариков. На один качок белый. Четыре штучки. Здесь уже можно смело связывать между собой. Все-таки хочется чего-то светленького добавить. И соединяем их с трубой. Единственное, что под скотчем, чтобы утопить. Потому что по скотчу у нас уже так не будет ездить. И маленький черный. Буквально на пол качочка. Хочется, чтобы такой прям черный-черный цвет присутствовал. Вот так. Здесь даже можно было побольше сделать. Ну, не суть. Нормально. Так. И сверху нам нужно будет крепление. Вообще, я хотела делать там. Вот там я как раз сейчас сделаю белый. Выправляем нашу стоечку. И теперь нам нужно как раз крепить наш шарик. Я привязываюсь плотненько к нашей основе. Лишнее можно убрать. Надуваем на пол качочка беленькие. Еще пол качочка. Плотненько я их между собой связываю. Нам здесь нужна плотность, чтобы все это встало красиво. И прямо между шаром и проволочкой ставим нашу четверочку первую. Так. Теперь нужно обработать. Потому что мы будем делать сейчас ломаные пятерочки. Так. Я просто не хочу крупнить. Мне хочется, чтобы было изящно. Поэтому будем думать. Надуваю на пол качка и немножко задуваю. Теперь ломаю пополам. Делая как бы из одного шарика два. И теперь нам нужно будет это тоже плотненько. Так. Так. Когда композиция приобретает тугое крепление, сразу все встает на свои места. Вот так. Ну и у нас это дело довольно такое. Тоненькое. Почти как гелевый шарик. Надо поймать баланс. Ну, в принципе, хорошо держится. Самое главное, чтобы оно не падало. А то, что оно вот такое вот воздушное, это даже мне нравится. Ну а теперь украсим. У нас есть вот такие черные и черные и серебряные. Сначала начнем с черного. Так. Это можно сделать просто скотчем. А первую мы примотаем с помощью... Это уже подготовленная тасса. С помощью той же шедемочки. Я сейчас воткнусь... в первый кластер. Вот. А с помощью скотча я сделаю крепление других тассовых. Вообще это нужно делать снизу. Мне нужно просто померить, какой будет первый. Раз, два, три. Ага, первый черный. Я делаю так, чтобы у нас... Наши кисточки практически лежали в шарах. Креплю сначала первую кисточку. Ай! Ручки, крючки. Потом вторую кисточку. Фольгированное, конечно, тассовое, но более такое жиденькое. Третья кисточка. Третья кисточка. Третья кисточка. И еще одна фольгированная. Фольгированная. Третья кисточку. Третья кисточку. Таз была немножко погуще, ее можно немножко пожалкать. Вот такая у нас получилась композиция. Суть этой композиции в том, что она живая. Выглядит она симпатично. Делайте, повторяйте, вносите свои коррективы, меняйте цвета. Самое главное, что можно не бояться баблов. Такая композиция простоит очень долго, выглядеть будет эффектно. Мне нравится, что она живая. Я не просто так использовала проволочку. Это было сделано для того, чтобы приобрести вот такой вот эффект, как будто она гелевая. И, собственно, ничто мне не мешало воспользоваться трубой. Делайте, повторяйте. И обязательно ставьте свои лайки, пишите комментарии. И не забывайте подписываться на канал Дон Баллон. Всего хорошего, пока-пока. До встречи на новых уроках в следующий четверг. Субтитры сделал DimaTorzok